МИЛЛИОН, Артур, МИЛЛИОН! Всем привет! И ты попал на канал ВИЛКА, и ты знаешь, что нужно для себя чаю взять печеньки и готовиться к лучшему времени при прождении за день. А мы продолжаем с тобой смотреть, друзья ангелов, первый сезон, пятая серия, что ты смотришь? Время уже больше 11, и ты поэтому начал такой пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. А сегодня у нас с тобой будет очень-очень тихий выпуск, потому что время 11. Да чё ты? Нормально всё. В гостях у сказки. Устраиваемся поудобнее, кладём голову на подушку, открываемся одеялом, закрываем глаза и представляем. А как они будут смотреть нашу реакцию, закрыв глаза? Они будут слушать нашу. Что может быть лучше, чем смотреть реакцию, так это слушать её. Понимаешь, они будут слышать охи и ахи из мультика. И наше удивление в микрофон. Я, которая люблю смотреть ночью друг Райм. Закрытыми глазами, надеюсь. По-всякому. Бывает. Поэтому ставим будильники на 7, потому что завтра в школу. И, соответственно... Ну, три раза они уже выключили эту реакцию, услышав школа, слово. Университет. Что такое? Вообще-то ещё август только начинается. Завтра на работу всем. Дорогие друзья, ставим будильники, потому что начальник будет ругать вас за травм. Я сейчас уйду в другую комнату, и даже я не буду смотреть этот фонетик. Ладно, ладно. Разрешаю вам не идти завтра никуда. Оставайтесь в постели. Лежите. Теперь я пусс. На ходу тапки слетают. Лежите удобно. Высыпайтесь, отдыхайте. Если вас кто-то будет... Как им лежать? Посыпайтесь. Удобно. Если вас завтра... Может, уже объясним им этот прикол? Если вас завтра будет ругать начальник, директор, руководитель или ещё кто-либо, скажите, что именно я вам разрешил завтра пропустить. Ну ладно. И всё будет хорошо. Понятно. Вот. Такие у нас пироги, да? Скажешь ему прикол? Нет. Когда-нибудь. Он не хочет. Это инцидент с ламами. Он не разрешает. Короче, пятая серия первого сезона Друзей Ангелов. Мы передаём привет и говорим большое спасибо кому. Кому? Нет, это я тебя спрашиваю. Икме. Икме? Икме. Нам разрешили так. Сказали, сокращенно можно икме. Татарский говоришь. Ну да, как бы икме. Можно сказать икмек, и будет хлеб на татарском. Как тебе такое икме? Ты хочешь кэ мы тебе добавим? И на башкирском тоже. Ну да, в конце мы тебе кэ поставим, и ты будешь хлебушком. Хлебушком. Миленько, икмек. Привет всем хлебам. И хлеб заводам. Вот. И работникам хлеб заводов. А вообще, вот есть ичвё, да? Или как там? Чвё. Вот это вот немецкая рамштейн, когда ишвил. Как там она поется в песне, знаешь, нет? Нет, не знаю. Вот икмек как будто тоже как-то на немецком немножко звучит. Есть такое ощущение, нет? Икмек? Нет, икме. Икме. Не, на татарский похоже. На татарский похоже. Ладно. Вот. Поэтому тебе привет. Большое спасибо. Все, кто смотрит, тебе тоже говорят большое спасибо за этот вечерний выпуск СМР. А мы начинаем. Когда нас уже возьмут на какой-нибудь канал, типа, знаешь, СТС, и мы будем вести реакции на СТС. Нет, мы будем вести СМР на СТС. Нет, хочу... Мы будем вот этот вот стол накрывать, вот этих вот наггетс, там, бургеры, чё-нибудь там ещё, и чипсики, и мы её... Вот у меня есть тут это, пантик. Да, это. Это другое, это... Что это самое неприятное. Это наушники открываются, закрываются. Ну так нас точно никто не вася. Вырезаем это. Забыл. Я, кстати, видела одну такую девушку, которая кушает, короче, на камеру. Я не знаю, кто такой контент смотрит, но... Многие. Но, чтобы ты понимала, чтобы ты понимала, она кушает 8 часов в день. Она реально берёт вот так, типа, целую кастрюлю борща ставит. Тут реально целую кастрюлю вот такую. Она её всю захалывает. Потом достаёт там, типа, я не знаю, что-то, этот, всякие поесть туда-сюда, овощи, какие-то креветки, осьминоги. Она всё её целый день просто ест и ест. Ты угораешь? Я тебе всё... У неё реально стримы по 8 часов. Да, и она всё это время ест. Изо дня в день. Так это же ожирение. Я вообще не знаю, как она это вывозит. Мы такое практиковать не будем. И вам не советуем. Да? Может, экстремальный стрим? Продолжение следует... Мы команда одна. Как же нам повезло. Нам не страшны враги. Дело лято. Но вперёд, друзья. Школа научит нас. Секретом. Мы одна семья. Между добром и злом. Мы на грани балансируем. Что же теперь нас ждёт? Смотри. Новая серия. Правила игры. Свободное время. Два волшебных слова, которые наполняют нашу жизнь радостью. Хобби, досуг. Что-нибудь, что помогает нам расслабиться и развеяться. Отдохнуть. И насладиться моментом. Ой, короче говоря, мы все пытаемся получать удовольствие так, как нам нравится. Или так, как нам удаётся. Пишите в комментариях, какие у вас хобби, какие у вас досуги. Да, кстати, интересно будет почитать. Да, мало ли кто чем занимается. Ты чем занимаешься? Фигнёй всякой. Как-то мультики смотрю, что-то комментирую. Твоё хобби — это рисовать превышение. Да, пожизненное тебе. Блин, мы, короче, сегодня сидим такие-таки, чё бы посмотреть? Чё бы посмотреть? Сегодня вечером. Сидели мы такие-таки, думаем, чё бы посмотреть? И Аня решила, давай посмотрим первый выпуск в GTA San Andres у Купленова. Это ещё не реклама. Так, и... Вот, мы такие... Вообще, изначально план был показать Тимуру холостяка. Да не хочу я. Ну, вот он вот так вот. Поэтому... Анатолий на холостяках снимается, чтобы заставить его. Изначально план был посмотреть «Сокровище императора». Просто у тебя макбук его не воспроизводит. Да потому что ты там на Рутюбе у нас... На Рутюбе мы смотрим. Представляете? Вот так вот тогда бывает. Перешли на новую платформу. Ну, а негде больше смотреть. Это что такое? Ну, чё, давай, чё я тут сказать. Ты нормально там всё воспроизводилась. Просто Тимур один раз не туда нажал на кнопку. Вы просто вдумайтесь. Всё, я перестал работать. Вы просто вдумайтесь. Макбук. Макбук. Да это не в делании в макбуке. Да я не знаю, в чём дело. Я просто объясняю проблему. Макбук. Макбук. Рутуб. Вот макбук, а вот рутуб. Рутуб в макбуке. Ты чё? У рутуба качество стоит 720. Я такой думаю, фу, вот это мыло смотреть. Я вообще, конечно, мне так тяжело. Всё, что вот ниже 1080, у меня глаза режут. Я такой пойду, типа, включу. Переключаю графику 720 на 1080, всё. Рутуб пропадает. Рутуб помер. Я реально вам говорю. Он уже неделю на её макбуке не воспроизводится вообще от этого сего. Там как бы показывают, ты можешь выбрать серию, но когда ты нажимаешь воспроизведение, там всё чёрный экран просто. Вот вам, я не знаю, то ли рутуб, то ли макбук. Вот вам и замена ютуба. Кстати, смотри, сейчас все жалуются, все жалуются абсолютно поголовно, что нельзя смотреть ютуб на компьютере выше, чем в 240, да, потому что там лагает. Да не у всех. Для вас. Для вас, моих любимых, кстати. А? А? 480 вывожу в два раза больше. А там, а есть больше? Нет, больше. Короче, пока, слава богу, живём нормально, всё работает, молимся на это. Да, да. А вот мне интересно, там же Ростелеком что-то там мутит в воду. И это может быть у клиентов Ростелекома только так? Ну, может быть. Короче, я вообще её к чему-то ротовил. Сан-Андрес у Купленова мы включили, первую серию. И он там говорит, ну, там что-то болтает, болтает и говорит, что значит смотреть видео и называть это работой? А там чел, короче, писал ему в чате, что типа, я сижу на работе, смотрю вот твой стрим. Он такой, в смысле смотришь стрим? Что значит смотреть видео и... И получать за это деньги, что-то такое. Как это может быть такое? И мы такие просто... А это же было уже лет, ну, сколько, много назад? Лет 7, наверное, 8 назад? Да. И на тот момент просто такого понятия, как реакции, особо не было? Ну, я вот не понимаю на самом деле, потому что, мне кажется, между геймплеем... Геймплеем... ой, не геймплеем. 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 Геймплеем и между реакцией не такая большая разница. Ты так же болтаешь, просто ты играешь в игры. Ну да, но разница небольшая, просто на тот момент, если летсплейлы были в ходу, то реакции вообще не было такого, как понятия, мне кажется. Да, ну это же с пор угорает, на самом деле, над таким форматом. Это же, в принципе, относительно молодое такое направление, буквально пару лет. Потому что многие не считают это как творчество, типа, котируется то, что ты придумываешь. Ну, я, честно говоря, тоже не считаю реакции к творчеству. Ну, это не творчество, это просто по фану, посмотреть... Нет, смотри, смотри, какая реакция. Вот если, как бы, реакция, в которой ты болтаешь со зрителем, это есть что-то реакция. А когда реакция... Ты молча сидишь всю серию, это не реакция. Вот, короче, мне... В моей голове это жёсткая градация, вот. Не, реакция, это когда ты лицом что-то показываешь. Вот, мне кажется, самые яркие реакции... Их ты иностранцев, которые удивляются. И это уже где-то в каком-то видео, как он тебе говорил. Когда они такие... Вот так вот. Как я в аватаре, кстати, сегодня. Хочешь, мы будем вот всю серию, короче, Друзья Ангелов, вот так сидеть? Вот так обычно сидим, когда они... Как? Запускай превращение. Я не умею слишком это, как его, показывать эмоциональные лицессы. Что я умею агриться, но не показывать. А я стесняшка. Но иногда, когда... Какая болтливая у нас серия. Кто-то веселится, другому в это время совсем не весело. Они всегда угорают, что мы... У нас серия 13 минут идет, а мы растягиваем на 30. И тогда мы думаем, а может, все бросить и сменить игру? Или поменять правила игры в свою пользу? Кстати, о мотоциклах. Да, видели, наверное, тоже, что недавно это Мото Таня? Разбилась. Разбилась, да. Опасно не ездить. Или если ездить, то аккуратно. А сейчас будет небольшой спич. Извините, пожалуйста, можете перемотать. Не понимаю мотоцикл, как... Распорт, передвижение? Да, и самокаты. Потому что, мне кажется, это не регулируется никак в том плане, что... Нифига себе. Нет, смотри, одно дело разбиться на машине, влететь куда-нибудь, где у тебя там четыре угла, ты как бы... Ну, один угол помнется у тебя, там, либо вот так вот сожмется, да. А мотоцикл, ты как вот, ты влетаешь, и ты просто всем телом ударяешься, нет? У тебя нет защиты со... Ну, во-первых, можно умереть и в машине. Да, но мне кажется, в мотоциклах это гораздо опаснее. А во-вторых, вот как бы вот мотоцикл едет, ты такой на нём сидишь, ты такой врезался, и ты так летишь, и куда-то приземлился. Да, и голову расшиб, и всё минус. Ну, может быть. Ну, в любом случае, это регулируется тем, что для того, чтобы ездить на мотоциклах, нужно получить соответствующие права мотоциклах и в автомобиле. Поэтому ты берёшь... Ну, я просто не очень понимаю этот способ передвижения, если честно, потому что, мне кажется, это просто, ну... Ну, меньше габарит, быстрее ездишь, и всякое такое там... И зачем тебе это надо? Быстрее передвигаешься от точки А до точки Б обычно. Не стоишь в пробках, можешь объехать машиной. Вот, а потом вот так вот объезжаешь, а потом умираешь. Ну да. Мне кажется, просто это небезопасно. Самокаты тоже, они больше на этот, на тротуарах, а не на проезжей части, мне кажется. Плюс ко всему этому содержать проще, цена дешевле. Так этих самокатчиков вы же ненавидят все, понимаешь? Что пешеходы, что водители. Они же постоянно врезаются во что-то и... Просто по парку погонять. Раз пока есть, то пока есть, вот что я могу сказать. Не каждый, ну, например, купить, мне кажется, мотоцикл стоит дешевле, чем купить машину. Ну вот, кстати, когда у нас их не было в России, мы были за границей. За границей они были, но сейчас, по-моему, их запретили за границей. Ну, там в каких-то странах, да. Но они были тогда, когда у нас еще нет. Поэтому я жду, когда у нас тоже. В конце концовка. Я уже как бабка говорю. Реально, вот с таким лицом ты сидишь. Вот это блондинчик. А ты уверен, что твои родители нам не помешают? Не волнуйся, я все устроил. Молодец, Эдвард. Ну, какие будем делать ставки? У него там какой-то штрих-код. Так вот, значит, как молодой Эдвард выглядел, да? А то нам сразу начали это показывать. Сумерки. Слишком он там взрослый. Да, иногда игра может принять опасный оборот. Чаще всего, когда игроки рискуют... Это что, прямых? ...попасть в ловушку? Класс! Выше класс! Посмотри! Посмотри! О! Ну давай, пошли! Одну минутку! Вы только посмотрите на эти очки! Ты же не можешь их примерить, ты же ангел, забыла? А-а-а-а... А мне кажется, что в торговых центрах здорово просто гулять. Тут такие шмотки, смотрите! Смотрите! Давай поторопитесь. А то мы потеряем наших подопечных. Кокс, куда пошли Эндрю и Дженнифер? Вон они, они идут в кино! Мне кажется... Это как работает? Ну, потому что... Кокс, это вообще что? Кокс, это новая разработка Xiaomi. Полноценное название Xiaomi Cox L1. И это как бы... Это просто сокращение. Да, это роботизированное устройство. Вон такой бах на телевизор ей, чтобы она поняла уже, в конце концов, дура! Голограмма, видишь, советчик. В нем можно записки, как бы это, мессенджерс, переписываться. А если захочешь, даже он этот, как его, ручку тебе выдаст. И продаст ее. Тот самый идеальный сотрудник. Кажется, между ними возникла симпатия. Симпатия! Меня от этого дошнит! Что ты здесь делаешь? Отгадай! Мы приглядываем за Эндрю и Дженнифер так же, как и вы. Ангелы охраняют, а демоны запутывают. Ты что, забыла? Как я могла забыть, что ты вечно мне мешаешь? А ты ей нравишься. Хватит! Да, прекрати! Противная, противная! Ты, ты, сладкая карамелька! Сладкая, меня зовут Сладкая! А я что сказала? Скажи-ка нам, Сахарок, Раф и Сульфа смотрят за Эндрю, мы, Сури, за Дженнифер. А где твой подобечный? Это, конечно, жесткая мать. Вообще, ну нормально, нет, попускает так. Ну, а вообще-то, Эдвард, не твое дело. Конечно, Каббали о нем позаботится. Я уверен, пока ваша подружка ходит по магазинам, она готовится хорошенько проучить Эдварда. У тебя дела идут, неважно. Мне просто не везет. Называй это как хочешь, но мы покажем тебе простофилия. Четыре короля. Мне, говорит, дела не очень. У него это что, каре? Да, он говорит, у меня дела не очень, у него каре. А почему у каре? Почему каре? Там две карты должны быть у него. Они, говорит, они в какой-то сундучки играют, наверное. Сундук у него, а он не убрал его. Ну, я хочу за эти сундучки поиграть. Ну, давай поиграем. Надо будет как-нибудь поиграть. Я просто тогда у импровизатора смотрел, у них так прикольно это как-то выглядело. У них в сундуки там играли? Да. Причем у них какие-то свои. Знаешь, ты в сундуке когда-нибудь играла? Конечно. Ну, вот, а у них какие-то свои правила, интересно. Они там не просто, типа, там в сундуках как обычно. Ты называешь, типа, у тебя есть король, ты такая, да, и ты всех королей отдаешь. Ты такой, нет, у тебя есть король один и масть угадать. Ну, вот, они в такого играли. А вообще обычно в простовые сундучки играешь. Там ты просто говоришь, есть король? Ты такой, есть, я отдаю всех королей. Нет, мы играли вот так, типа, есть король? Только, типа, один. Такой, да, и было буби. Возможно, они в очко играют. Не знаю. Эдвард может проиграть, если только не... Носферату. Разберись. Я знаю, что я не должна вмешиваться, но ведь правила существуют для того, чтобы их нарушать. Не так ли? Давай, я приказываю. Он такой... Что-то я в шары долбился, кажется. Я думала, у меня тут другая цифра. Ты прикинь, нет, реально, это ты... Сидишь, думаешь, три туза, да, уже думаешь, блин, где б четвертого надо быть, а потом четвертого. Или смешно, когда ты тянешь еще одну карту, а там пятый туз, и ты такой, во, во, полегче. А можно с деньгами так, ты получаешь зарплату, и тебе там твои 50 рублей на 5 тысяч меняют? Ну что, Чарльз, что ты ставишь? Я ставлю все. Я пас, я пас, я тоже, а я играю. Четыре короля. Не так быстро. Посмотри на себя, не ожидал такого, а? Что случилось? Что случилось? Что? Ты опоздала, сладенькая? Знаешь, ты, конечно, одеваешься, как последний ботаник, но играешь. Где-то ходила все это время. С цешки же было. Да, ну типа, а если у тебя задание, зачем ты ходишь по цешке? Он такая, когда захочу, тогда и приду на работу. У них нет уже такового сейчас задания. Бывает прям конкретное задание, как в прошлой серии. А вот бывает здесь, они просто, как бы, такие за ним бдят, но не до конца, как бы, типа, ну, так. Рядышко. И она такая, ну, раз он тут, то, в принципе, ТЦ-шка в другом конце города, это, в принципе, рядышком. Я, как бы, за ним смешу. Очень странно, у них покер был сейчас. С шестью картами. Круто. Купи себе что-нибудь новое на выигранные деньги. Боже, что ты натворила? Ничего такого, это всего лишь невинная игра в покер с друзьями. Не беспокойся. Правда, старик, ты одеваешься, как мой дедушка. Пока. Игра закончена. Я знаю, но деньги, которые я проиграл, они были не мои, а моего отца. Так, а зачем ты на них играешь, Чепух? Че, он вообще еще радовался, там, че-то сделал. Играет на чужие бабки, а потом, когда проигрывает, говорит, то верни тебе, пожалуйста, это не мои. Нормально устроился. А уже лудоман, понимаешь? А, так ему в больничку надо. У него последнее время были проблемы на работе, и я подумал, если выиграю немного денег, то смогу... А, да, так это работает? Нет, это он думал. У него были проблемы на работе, я решил его добить, поэтому решил проиграть. Ему помочь. И я взял деньги из его ящика. И насладиться моментом. Это что такое было? Ты, случайно, куда-то тыкнул. Сейчас, подождите. Вот это лудоман где-то. Моего отца. У него последнее время были проблемы на работе, и я подумал, если выиграю немного денег, то смогу ему помочь. И я взял деньги из его ящика. Когда он обнаружит пропажу, я не знаю, что мы будем делать. Может, ты их вернёшь? Ну, ты помог. Помогу потратить. Может, ты, говорит, вернёшь. Слушай, а как ты думаешь, у него штрих-код этого, чего, сыра? Не знаю. Сыра. Рокфор. Чикудел. Отдать тебе их обратно? Раньше надо было думать. Хорошо сказано. Ты, ты, ты. Штрих-код хомяка, которого... Тапать надо. Гениально. Ты, вы просто вдумайтесь в этот мув. Типа, знаешь, там же рефералка действует. Ты можешь, короче, сам не играть, приглашать друзей. То, что они натапают, ты тоже будешь получать... Да, 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 и все будут тапать, а ты потом будешь этот богатый. Я, кстати, видел одного чувака, какого-то блогера, когда была, типа, игра тоже, ВК-коин был такой, не знаю, знаю, что ли, нет? Там тоже то ли тапать надо, то ли чу-кого лет 5-10 назад. То ли чу-кого. Да, вот это вот непонятная ваша молодежь. И, соответственно, чувак зарегался, но вообще ничего там не делал. Он тупо друзьям раскидывал, раскидывал. Все что-то там делали, делали. И вот он говорит, я сейчас решил проверить, но вот 5-10 лет прошло, я не помню, когда они там появились, зашел, и 700 тысяч у него там, прикинь, на счете. А он вообще ничего не делал, просто разкидывал эти рефералки, и они вот столько мне заработали, а он просто процент нам на 700 тысяч получил. Прикол, да? Но мы осуждаем такое, не поддерживаем, и вообще не делать это. Вообще ни в коем случае, конечно, да. Мешалась в игру, это твоя вина! Как раз наоборот, моя заслуга. А где же ты была? Ты должен понять, я устроил эту игру, потому что мне не хватало, трехсот долларов, чтобы купить скутер. Понятно. Послушай, дай мне немного времени подумать. У Эдварда добрый! Я, конечно, ничего сказать не хочу, но Эдвард сейчас вообще не виноват. Как бы, ну, реально, вот он же не знает, там, ангел или демон ему, там, кто-то насрал. Он такой, три туза, ладно, протру глаза, опа, четыре туза. Ну, реально, я не знаю, долбился в шары, ну, бывает, наверное. Может, не спал всю ночь, в доту катал, еще и шесть уроков, еще и вообще, там, контрошки, пятнадцать штук. Все, он, ну, он обрадовал. Шесть уроков и пятнадцать контрошек. По несколько контрошек за урок. И он такой, ну, как бы, заработал день. Я бы на его день месяца тоже не отдавал, нифига себе, я же заслуженно, как бы, отыграл в покере, а за что я должен отдавать? Нет, ну, по факту. Что, не согласна? Мы вообще, конечно, осуждаем любое. Он тебя по-братски попросил. Мы играем, ой, мы осуждаем любые азартные игры, конечно же. Ну, я бы вошла в положение и отдала бы деньги. Так он сам пошел играть в эти игры, нифига себе. Он знал, на какой риск он шел. Я готов отдать ему деньги, если, это, знаешь, в долг. Типа, он мне их потом вернет. Как? Как хочет. Так, то триста баксов нормально. Вот он вернет, он сейчас, я ему отдам, а потом, ну, в течение года пусть он раскидается и дадастся. Потому что он сам проиграл, а что поделать? Особенно по нынешнему курсу очень хорошо. Да. Мне кажется, вот, мне кажется, когда мы случайно поигрываем в покер, который мы, конечно же, осуждаем, Ну, мы играем, у нас, короче, у меня монополия, мы просто вытащили все деньги из монополии, и когда к нам приходят друзья, мы играем в разные настолки, и иногда мы играем в покер. Вот. Это настольная игра. Играем в покер с нереальными деньгами. Да, но все равно, на всякий случай, осуждаем. И, короче, мне кажется, вот, когда вот меня выигрывают, мне кажется, вот им тоже какой-то черт сидит там, короче, карты рисует, потому что это какие-то нереальные комбинации. Я сижу всегда с выигрышными. Ага, у тебя всегда, блин, там фулл-хаусы. Вот я, как он, сижу с четырьмя королями, а меня почему-то побеждает четыре туса, не знаю, откуда взявшись. У меня обычно только пара, две пары. Редко, когда стрит какой-нибудь там раз в год. Сердце, вот увидишь, он вернет деньги. Ты так думаешь? Хочешь, поспорим? Увидимся в комнате состязаний. Хочешь поиграть? Давай поиграем. По каким правилам мы состязаемся? А кто говорил про правила? Просто попробуй меня догнать. Я думала, вот забавно будет, если она скажет, попробуй меня догнать, и они сидят в одной кабинке. Не-не-не, знаешь, было бы прикольно, кто первый приедет, тот и выиграл, а она впереди сидит, она всегда впервые приедет. Не види мои крылья. Ты такая, блин, она опять проиграла. Ключи, замок оковы. Заперли меня в лимбо в моей тюрьме. Закованная в цепи, я забыта. Ты здесь, я тебя чую. Тогда найди меня, двойные крылья. Ха? Правила, кодексы решают, что правильно, а что нет. Но на каждом шагу поджидает ловушка, чтобы поймать святого и повешенного. Она как будто карта Таро раскладывает. Повешенный, святой, дурак, мак. Как дела? Ты запуталась? Может принести тебе инструкцию? Сейчас я тебе покажу инструкцию. Нашла! И что? Состязание не может просто так закончиться. Кто сказал? Здесь же нет никаких правил. Хорошо. Ты первая поможешь Эдварду. Только если не опоздаешь в этот раз. Вета, любовь, ненависть. Силы, которые дали мне силы. Теперь я могу взойти на подиум. Скиптер. Мой освобожденный трон. Ключ, чтобы подчинить их сердца и отомстить, чтобы утолить жажду. Тебе правда нравится этот скутер? Ты ведь купишь его любой ценой. Но в этот раз тебе придется дорого за него заплатить. Отличное место. Бабочка, запускай превращение. Ну, на самом деле, ты ему скутер не нужен. Ему нужно сердце той прекрасной дамы. Он увидел, что она повелась на скутере, и он как бы с помощью скутера хочет тоже покорить свою возлюбленную. Охранять и защищать! Я думала, какая-то рэйперша, она просто в грязи какая-то. Ну, в принципе, одно и то же, да? Ну, электросамокат круче, бери его, а сэкономишь бабки. Регене реально, она такая... Так, смотри, электросамокат на 300 долларов стоит дешевле, а тебе нужно 300 долларов вроде бы... Я вообще считаю, что нужно сделать, знаешь, эти трехколесные велосипеды. Я вообще считаю, пешком надо ходить. На взрослые пути, и ты бы пешком ходил. Можно вообще на лошадях передвигаться. Вот раньше времена были, конечно, козырные. А то придумали еще гироскутеры какие-то, ваши скутеры, машины. Нормально, лошадь была, но лошади можно было. Лошадь тоже опасна, лошадь скинуть можно. Ослики! Может, на свиньях? Ну, тогда пешком. Собачья упряжка? Пешком, пешком, нет? Пешком. Сани! А кто сани будет тянуть? Собаки. Они не скинут? Нет. Ну ладно, все, все. С этого дня официально вступает закон, когда все пересаживаются только на собачьи сани. Упряжки. Каким бы классным он не был, он прежде всего механизм. Раньше или позже он сломается, и кому-то придется его чинить. С другой стороны, люди тоже бывают неправы, но позже они могут понять это и сами исправить свои ошибки. Ты понимаешь? Я не думал, что механики... Ты так много болтаешь и слишком мало рот двигаешься. Она черево вещать, и она умеет болтать с закрытым рудом. Сегодня у нас только на любви. И так разговаривают. А как они, по-твоему, разговаривают? Они не несут чепухи. Не слушай ее, этот скутер высший класс. Ты не можешь вмешиваться, сейчас моя очередь. Вы... вы знакомы? Да, увы. Она отвертку в руках держать не умеет. Небось, чуть тебя не убила. Ты нарушаешь вето. Запрещено обнаруживать себя, дотрагиваться до людей и вмешиваться. Сейчас моя очередь. О чем это она? Вот эти вот грязные, кстати, трюки мне еще не нравятся. Ее... Но она демон. Такое все равно. Вето должно быть вето. Ага, и демоны такие. Пойду послушаюсь. Ну да. Нет. Это какой-то меж... Ну это же как раз-таки формирует ее характер. Межрасовый какой-то закон крутой. Что я тебе говорила? Давай садись прокатимся на скутере. С ветерком. Подожди! Сейчас улетит. Сейчас улетит. Вау! Спасибо, что прокатило. Раньше я сомневался, но ты меня переубедила. Я куплю этот скутер. Эдвард принял неправильное решение. Решение, которое приведет к грустным последствиям для Чарли и его семьи. Ты Чарли в угол поставь и научи его из банки деньги не воровать. Блин, можно я такую возьму? Вот такую прям? Блин, ну не знаю. А почему вот этот дед наш, архимаг какого там, Дамблдор, не встревает в то, что вето было нарушено? Блин, почему вето нельзя нарушать? Его всем нарушают и всем плевать. Это вообще как... Зачем он нужен тогда? Дамблдор не встревает, с их стороны никто не встревает. Нарушаем просто направо и налево. Алло! Простите, это я виновата. Нет, ты правильно поступила. Ты сражалась по правилам. Но я проиграла. А Каббалис нарушила вето и выиграла. И что? Ты хочешь сказать, что мы тоже должны нарушать вето? Слишком просто. Нет! Не надо нарушать, нужно наказать, ё-моё. Просто. Иногда это так тяжело. Это верно. Наш путь часто непрост. Наши противники обманывают нас, дурачат. Им нельзя доверять и на них нельзя положиться. И ты такой же, Сульфус. И мы должны стараться изо всех сил, чтобы направить наших подопечных на путь истинный. И это наша задача. Мы охраняем сердца и законы Вселенной. И мы должны защищать творение от любых опасностей. Моя госпожа, вот платок избранной перчатка демона, слитый воедино. Магический ритуал прошёл успешно. Ты знаешь, что должен делать, Малаке. Да, госпожа, я знаю. Ну, как всегда, это в конце сюжет накинула. Взяла тряпку, стал платок, взяла перчатку, получился паук. Это вот берут, знаете, кошку с улицы раз, кошку с улицы два, а потом как перси экстремала какого-нибудь за 50 тысяч продать. Вот это вам. Да-да-да, так и тут. Как тебе? Да. Прикольная серия на самом деле. Слишком, она необычная, знаешь почему? Потому что... Нет, она необычная, потому что у нас здесь такие были очень много ответвлений. Очень много... В разговорах? Да-да-да. Мы с тобой такие на чиле, на расслабоне что-то поболтали, по чиле. Я недоволен. Чем? Я, во-первых, не обвиняю этого парня, потому что, ну, всё произошло, честно. В его глазах всё произошло. Который выиграл? Да. В его глазах всё произошло, честно. Он выиграл, и всё. Когда ты идёшь с деньгами, пусть будет своими, пусть будет отца, пусть будет хоть, я не знаю, кого угодно, ты должен рассчитывать на тот факт, что ты можешь это проиграть. Ну, да, и нести ответственность за все поступки. Конечно, конечно. Проиграл 300 долларов, которые хотел приумножить, ну, извини меня, иди теперь на автомойку, иди там листовки раздавай, как хочешь, иди зарабатывай эти 300 долларов. Да, и помогай офису. Да, и вот реально, нормальный способ, вместо того, чтобы озарканными играми зарабатывать, уже пошёл, листовки раздал, лишних пару долларов. Ну, это быстро просто, знаешь. Ну, быстро проиграть, да. Вот, так что парня я вообще не виню, то, что он плох... Какое плохое решение он принял, что другу не помог? Ну, можно было другу, опять-таки, в долг чисто дать, сказать, вот тебе 300 долларов, через месяц жду эти же 300 долларов, чтобы купить себе этот скутер. Вот. По поводу вето я тоже недоволен. Где закон в этом мире есть? Нет? Или вето существует просто для того, чтобы существовать? Знаю я где-то... Ну, что ты хочешь, чтобы ей люлей дали? Хочу в лазарет ее отрезать крылья, и всё. Настолько, я считаю, должно быть. Жёсткое... Ну, это какой-то чёрный дельфин. Жёсткое... Чтобы потом ещё вот так вот водили. Да. Жёсткое соблюдение законов должно быть. Закон не есть закон. Закон — это сила. Вот и всё. Короче. А тут, видите, закон нарушили, и всем, в принципе, плевать. И смысла от такого закона я не вижу. Тогда можно, чтобы каждый его нарушал, и никому знать не что-нибудь. Да? Как-то вот такие у меня мыслишки. Всё? Ты что-то ещё рассказал? Нет. Спасибо за просмотр. Обязательно поддерживаю канал. Подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши как те серии, как те реакции. Залетай в телеграмму, ставь общение, анонс. Подписывайся на бустеры, а не доступ к эксклюзиву, и увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока. Пока.